Ну, что сегодня ты мне покажешь? Ну, как ты относишься к фильмам ужасов? Ну, я их боюсь, откровенно говоря. То есть они меня нервируют. Я стараюсь их смотреть по минимуму. Ну, в целом, я знаю, что первые части того фильма, который мы посмотрим сейчас, ты точно смотрел. Ну, я вообще смотрю. Например, там «Ходячие мертвецы» — это для меня не страшные ужасы. А вот когда кто-то из темноты градется, вот те не люблю. Ну, давай. Так, ну что ж, смотрим. Наличие кошки уже хорошо. Начало напомнило книгу «День Трифидов», когда какая-то бомбардировка была кометная, потом все люди ослепли. Но это, наверное, не «День Трифидов». Помогите! Помогите! Ну, пока не узнаешь. Ну, похоже на «Войну миров», конечно. Смесь «Войны миров» и «День Трифидов». А что это зовут? Это может быть это? «Тихое место» что-то? Совершенно верно. Выходит третья часть фильма «Тихое место». Третья часть у нас будет приквелом, потому что называется она «Тихое место» «День Первый». А, ну, собственно, да. Поэтому я и стал думать, что это прям вторжение какое-то. А там прям камерное уже было. А тут как раз масштаб очень интересный. И вот опять-таки хорошо, что, по крайней мере, вступление, судя по всему, днем показано. Потому что в тихом месте там либо лес, либо дом, либо сумерки. Этих чудиков не видно. Тут хотя бы видно, что это такое... Ну, тоже с мельком, ну, хотя бы видно. Показали уже во второй и во второй более активно. Ну, а то, что было все темно и так далее, в принципе, все было логично, потому что цивилизация разрушена. Ну да, там ничего не работает. Днем опасно, вечером спать надо. Ну, короче, понятно. Мы сами по себе. Ну, кстати, меня всегда удивляло в таких фильмах, почему люди не используют бесшумное оружие, типа, ну, вот арбалета. Даже в ходячих лицах был арбалет. Почему не используют малошумные средства передвижения? Например, самокат. Ну, не электросамокат, а велосипед. Он почти бесшумно едет. Вот. Очень много достаточно вариантов бесшумно себя вести и как-то сопротивляться даже. Вот этого всего обычно в этих фильмах нет. Ну, как бы допущение такое. Если мы здесь останемся, умрём. У меня есть план. Это конец света. Никаких людей. Больше никакого Нью-Йорка. Нет ничего. Вот опять же, показано. Они там какие-то камни случайно кидают. Почему не сделать ловушку такую там? Допустим, куда-нибудь в труднодоступное место закинуть. Бумбокс там. И пусть он играет. Раз там в 50 секунд. Они туда скапливаются. Какой-нибудь ветряк с трещоткой. И потихоньку уходишь. Нет, всем надо идти. Делайте отвлекающий манёвр. Почему? Ну, это уже ладно так с сценаристом. Но смотрится всё отлично. Тихое место. День первый. Ох, блин. Вот это подарочек. Я рад, что тебе понравилось. Ну, чуть-чуть вспомним. Первый фильм «Тихое место» вышел у нас в 2018 году. И несмотря на название, получил номинацию на Оскар за звуковые эффекты. Хотя «Тихое место». Но, к сожалению, только номинацию не выиграл. Там был действительно страшный. Очень хороший саунд-дизайн там был. Фильм снимал у нас режиссёр Джон Красинский. Он же играл главную роль. И в первой, и во второй части. Также у нас была Эмили Блант. Ну, и Джуб. А тут их не будет. Ну, видимо, видимо. Хотя изначально, когда пошла информация о том, что выйдет третья часть, говорили, что будут те же актёры. Но по факту, и до сих пор в Википедии висит информация, что вроде как те же актёры. Но по факту, судя по всему, мы видим совершенно других персонажей. Мы видим... Или, может, в трейлере их не показали, а в расширенном... По-моему, нету даже на АМДБ, и они не поименованы. И режиссёр будет другой, что самое главное. То есть, ну, понятная попытка коммерческого кино заработать на известной франшизе. Тем более, что история с метеорами, я, честно говоря, не помню. А как начиналось торжение, метеоритный дождь, с которым появились пришельцы, была во второй части. А вторая часть у нас выходила в 2020 году. И это была премьера. Но из-за пандемии, да, она была перенесена на 2021-й. Ну, то есть, да, тема свежая достаточно, и та, и другая. Жалко Эмили Бланк, хорошая тётка на неё, ей прям сопереживаешь. Ну, глобально, мне кажется, здесь была бы большая проблема, потому что получается, что второй фильм, первый фильм у нас... Выстрелил? Нет, я хочу сказать о том, что там сколько-то прошло моментов. Действие фильма начинается в 2020 году в постаполитическом мире, в котором людей практически нет. А когда началась, собственно, сама история, нам не очень понятно. Но так как у нас дети, дети у нас растут, вряд ли нам можно вернуться сильно далеко назад с этими же актёрами. Ну да, либо всех менять, либо детей менять, да, там есть вопрос. Было бы странно, поэтому, наверное, это более оправданное решение запустить отдельный приквел, показать, как всё начиналось. Тем более, что, по-моему, недавно мы же обозревали что-то подобное, где тоже приквел приквела будет. Не вспомню сейчас, но, может быть, напишем на экране, не знаю. Во втором фильме, как ты помнишь, у нас закончилось тем, что люди поняли, как бороться с пришельцами. Более-менее что-то пошло. Поэтому, как бы, вроде история у нас получилась закончена. Мне понравилось, что тут кошечка вначале, не знаю, будет ли, может, кошечка будет их чувствовать, там, может, ещё чего-то. Негритянка, ну, как бы, тоже по повестке, хотя, ну, что, все люди, нормально. Ну, тем более, в Нью-Йорке всё в порядке с францами. Как раз очень даже хорошо, что сменили полностью героиню, героев, вот, может быть, это будет как мини-новеллы, когда камера будет, как бы, между ними идти, вроде как, одному сопереживаешь, раз, его уже нет. Ну, как бы, посмотрим. Посмотрим, я не думаю, что так глубоко. Мне кажется, это, наверное, попытка выйти на ещё один фильм, такой спин-офф, ну, приквел спин-офф, и дальше мы пойдём ещё в новый фильм. По динамике, и это уж лучше такие фильмы, потому что пришельцы, они могут быть любыми, всё, что угодно, чем, когда годами ходят ходячие мертвецы, не могут никак не сгнить, не развалиться, над ними не летают, то есть, больше вопросов. А тут пришельцы, и всё, как бы. Кстати, вспоминая, вот, то, что ты сказал сейчас, что не могут развалиться, если вспомнить книгу, по которой был снят, ну, не «Ходячие мертвецы», а «Война Зет», то в книге, если ты помнишь, читал ты её, нет? Ну, да, да. Если ты помнишь, то в книге зомби победили, когда наступила зима, потому что тупые ходячие мертвецы просто вмерзали в лёд, и после чего их спокойно добивали и уничтожали. Ну, в фильме нам этого, по-моему, не показали, но... Не зомби победили, а люди победили. Люди победили зомби, когда те стали замерзать. А, зомби победили. Ну, да, да. Опять-таки, то же самое в этих фильмах. Я всегда удивляюсь, почему у человечества сразу уменьшается арсенал оружия. Нету весёлых огнемётчиков, там тоже не шумное оружие, но крайне эффективное. Нету ловушек там с теми же там... Ну, ладно. Бензин, а дефицит, значит, поэтому... Газолин, как говорят американцы. Ну, продолжим. Тоже фильм ужасов. Ой, опять ужасов. Патефон уже хорошо. Электричества нет, значит. На Юлю Снегирь похоже. А, ну как, типажа просто. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Мусари Холиберри выглядит очень достойно, в плане, что она, безусловно, возраст мы видим, но... Но она в форме, она в форме, да, для своих лет, вообще нет никаких противоречий, она подтянутая, она достаточно смотрится, в общем, действительно, как мама своих детей, то есть нет, не бабушка, точно не бабушка. Дима Торзок Никогда не отпускай, в русском переводе почему-то называется, забыл уже как, неважно как, совершенно не так, но возможно еще это все поменяется, когда это в прокат пойдет, если пойдет у нас. По-английски, соответственно, never let go, то есть, ну, действительно, не отпускай. Семья преследует ее много лет злой дух, никаких пришельцев, судя по всему, тут нет, чистый фильм ужасов, они живут явно где-то в глухомане, пытаясь там спрятаться, ну и кто-то их, судя по всему, атаковывает периодически. Для того, чтобы, да, детей и взрослых, видимо, тоже никто не утащил, их привязывают веревками, видимо, это максимально работающий инструмент для злых духов. Ну, типа связь с дому? Ну да. Так. Как в фильме «Звонок» какой-то чудик в колодце живет, опять-таки, а за веревку может не только свои подтянуть, но и, получается, и чужие. Субтитры делал DimaTorzok Какой-то слендермен, только вообще какой-то многофункциональный. Как будто, понятно, классический, закончился, да? Да, да. Классический фильм ужасов, безусловно, да, да, «Звонок», мне кажется, совершенно корректное сравнение. Здесь у нас есть такая интересная вещь в описании, возможно, есть какое-то двое дно. Но в описании у нас написано, безопасность семьи и окружения оказывается под вопросом, когда один из детей задается вопросом, реально ли это зло. То есть, возможно, мы увидим какую-то психологическую развязку всей этой истории. В стиле шестого чувства. Или вот еще был с Николь Кидман, там, по-моему, соседи, там тоже как бы, когда все не так, как казалось. Сейчас, ну, ужастики вроде очень реальные, поэтому что происходит во сне, что наяву. Ну что, едем дальше. Подожди. Нет. Сейчас вот ты так сказал про шестое чувство, и нам никто не поверит, чтобы мы с тобой не готовились и не смотрели эти трейлеры раньше. Ну, конечно, я смотрел. Я не смотрел. Но ты не смотрел. Следующий фильм будет у нас от режиссера Шестого чувства. Боюсь неправильно прочитать. Зовут его Ух Манодж Нелияту Шьямалан. Это у нас индус. Поэтому такая сложная фамилия. Я его Шляйманом называю. Ну, Шьямалан, Шьямалан, да, Шьямалан, он снял у нас, оказывается, я был очень сильно удивлен, если ты помнишь, такой фильм, как Стюарт Литтл. Ну да, про мышку. Про мышку. Совершенно неожиданно после этого у нас было шестое чувство, и после этого у нас были знаки, после нашей эры. Знаки тоже зловещие, да. И дом с прислугой, который, собственно, тоже недавно был достаточно страшненький, насколько я помню. Ну, там еще было много фильмов, я из таких, которые... Ну, такой страшненький, семейный был. Да. А сейчас что смотрим? Подожди. И у нас самый удачный фильм у этого режиссера это... Так. Ну, я тебя спрашиваю, это вопрос был. Я уже его перечислил, это не надо думать. Знаки? Нет, это шестое чувство. А шестое чувство? За этот фильм он получил 7 номинаций на Оскар. Ни одной не выиграл, но, тем не менее, номинация тоже достаточно значимая история. Поэтому сейчас у нас будет... Это будут не ужасы. Это будет что-то триллер. Ну, наверное. Давай. Так. Ну, уже легче. После ужасов триллер. Это комедия. Вероятную Леди Рейвен. Давай, сгнись, сгнись. Стой, 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 стой. Подожди, шнурок завяжу. Никаких твоих шуточек сегодня. Идем. Прости. Прости меня. Я внутри. Леди Рейвен. Офигенные места, пап. Спасибо. Правда, это лучший день в моей жизни. Показалось, это Том Круз, но это не Том Круз. Точно там. Я отойду в туалет. А, ну да, да. Да, иди. Возьмите. Здравствуйте. Пссс. Я Купер. Вот тревожно, в связи с недавними событиями, концертный зал, и явно что-то должно произойти. Ну, ты же понимаешь, что это не связанное. Не, ну это понятно. Я снимался сильно раньше. Понятно. Ну, как бы, да, уже... Ну, алгоритмы для событий все понятны. Где? Почему уже полиция, а тут камера по всему? Ты будешь удивлен. Я не могу сказать. Что-то случилось? То к чур никому. Обещаю. О мяснике слышал? Поехавшим типе, который людей на куски кромсает. Короче, федералы прознали, что он будет здесь, сегодня. И поймают его в ловушку. Этот концерт – большая ловушка. Они следят за всеми выходами, проверяют каждого посетителя. Ему отсюда не выйти. Чтобы поймать одного человека, надо как раз кучу людей. Ну, нам не хватает предыстории. Возможно, там что-то было, объясняющее такую сложную ловушку. Фильм так и называется, кстати. Ловушка. Может быть, это идея, как в «Смертельной битве», когда всех собирают, или как в «Десять негритят», они все и так грешники, или это какая-то такая секта фанатов нездоровая. В случае чего их не жалко. Типа, на эту певицу плохие ходят. Многовато там людей. Ну да, как бы для «Смертельной битве» все-таки было меньше. Ну. Вот им не повезло. Ах, вот оно что. Прости, повтори еще раз. Пахан! Этот день запомнится ей навсегда. Крутяк, скажи. Как в анекдоте. Глаза такие добрые-добрые, а ведь мог полосануть. Ну, закончилось, да? Да, да. Ну, фильм, в общем-то, хорошая идея, такой, крузоподобный чувак, весь из себя семьянин, в курточке, как любит Том Круз ходить. Прям типаж там, вот он еще похож на этого, который был молодым мужем. Эйстон Катчер, вот, Дэм ему. Вот такой, что-то между Крузом и Катчером, такой позитивный. Ну, смотри, есть версия, моя версия, после просмотра трейлера, что как-то слишком много нам показали сразу. И, скорее всего, может быть, еще что-то будет. Да, это был хороший перевертыш, я был удивлен, практически сразу тебе его дали, что вроде вот отец семейства у нас такой весь из себя негодяй и плохой человек. Да, такие способы, ну, есть такая версия, когда тебе сразу показывают то злодей и, собственно, строят противодействие по тому, как с ним борются и так далее, сюжет на этом. Но все-таки обычно предпочитают... Зная нашего шляхмана... Да, обычно предпочитают показать это все-таки в конце. И, видимо, у нас фильм будет строиться так, что... Переваляшка будет несколько раз. Да, есть такое ощущение. Мне кажется, это будет прям интересно. Фильм у нас выходит тоже в этом году. Если я правильно себе записал, то в августе. Вы, кстати, не сказали про прошлое. Прошлое у нас никогда не отпускай... Нет, никогда не отпускай на сентябрь заявлено, а тихое место 28 июня. Лето. Ну да, это подарочек как раз. Ну да, к летнюю каникулу. Ну, во всяком случае, я думаю, что дела с маньяками, может быть, это как раз ловушка будет на самих федералов, может, еще чего-то. То есть, каждый думает, что это ловушка, а в результате еще что-то... Ну, Шляхман этот, он неплохой чувак, и от него можно ждать всего чего угодно. И что... Шлямалан. И что... Да, Шлямалан. Мне нравится, что нет повестки. Вот в последние годы, месяцы, годы, западное кино сильно проседает, потому что все-таки расходится наша культура. Это видно, там, то одна повестка, это... Ладно, это было бы как в фильме «Филадельфия», там, сочувствовать больному спидам надо, там, но когда это все приобретает такие гротескные формы, которые начинают уже перевешивать и становятся мейнстримом, немножко этому уже не сопереживаешь. Вот тут классический боевик, как он должен быть. Триллер, боевик. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки к триллеру надо отнести, да, судя по... Вряд ли там будет какая-то мега стрельба, там, какие-то... И надеюсь, там все-таки не будет никакой повесточки, кроме как стандартного маньяка, блин. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, маньяк явно не стандартный. Ну, стандартного, в смысле стандартной ситуации вокруг какого-то там. Ну, выглядит многообещающе. Да, да. Однозначно. Свежо и новое, и старое, и все хорошо. Значит, мы плавно перемещаемся от монстров-инопланетян к монстрам, видимо, злым духам. И теперь у нас здесь есть злой и плохой человек. Следующий фильм, я думаю, несмотря на то, что ты сейчас увидишь, поддержит вот эту историю про злого человека. Про злого человека. Ну, посмотрим. О, Камбербэтч. Камбербэтч. Прошло двое суток с тех пор, как Эдгара Андерсона видели около восьми часов утра по дороге в школу. Просим всех, у кого есть информация, хоть какая-то. Откликнуться, позвоните. Помогите нам вернуть Эдгара домой. Отпустить его одного? Не сожалеете о своем решении? Ты смел! Ты рады! Расскажи маме, что придумал. Его зовут Эрик. Розыск пропавших, детектив Ледруа. Отмечайте все двери, в которые постучали. Зоны, которые обыскали. Мистер Андерсон, есть комментарии? Брис сходит с ума. Подозреваемый есть? Мы ничего не исключаем. Говорят, был бы он жив, вы бы его уже нашли. Доверьтесь мне. Ну тут это либо экранизация какой-то аниме, либо это вообще какой-то боепик по реальным событиям. Ну нет и нет. Это, на самом деле, я сказал фильм, я оговорился, неправильно сказал. Это сериал, сериал британский, шестисерийный, как любят, собственно, британцы. Он у нас выходит на Нетфликсе. Более того, он уже вышел буквально 30-го числа. Ну, ждем перевод. Lost Film. Lost Film ждем. И далее по списку. Нет, я так понимаю, это придуманная история. Придуманная. Да. В 70-е годы там, да? Ну, действие у нас происходит в Нью-Йорке в 80-е. Несмотря на то, что это британский сериал, почему-то выбран Нью-Йорк. У нас Камбербэтч главный персонаж, как ты видишь, да? Бенедикт наш. Бенедикт, да. Вижу Камбербэтч, я ставлю лайк. Да-да-да. Я человек простой. Вот. У нас пропадает у него 9-летний сын по дороге в школу. Находит только какую-то там куртку, кровь вроде как. Там, субплеер. Ну, ты видишь все. Субплеер, короче, да. А Камбербэтч его пытается бороться с его потерей, во-первых. И не верит, что он пропал. А он кто по специальности учитель? А сейчас смотри. Это интересно. Смотрим. Зачем тебе рисунки Эдгара? Я работаю над новой куклой. Если включим его в шоу, Эдгар увидит его. Ага. И поймет, как сильно мы ждем его дома. Ты сходишь с ума. Он художник-постановщик. Это монстр, необходимый каждому ребенку, когда тот теряется, и его нужно найти. Это издание Эдгара. Аллюзия к корпорации монстров такая небольшая есть. Только наоборот. Интересно. Давай. И я ее осуществлю. Ты не одинок, Эрик. Ребенка нет уже больше недели. Не сдавайся. Эрик поможет мне найти Эдгара. То есть он создал куклу, которую сам будет и управлять, и одновременно отряд по поиску типа Лизы Алерт. Нет, ну я так понимаю, что это две параллельные истории. Он работает в детской передаче на ТВ. Видимо, не очень удачно работает. Хотя написано, что он у нас создатель популярного детского телешоу, но не очень похоже. Но с другой стороны, когда он создает новую куклу по рисункам своего сына, который живет под кроватью, зовут его, видимо, Эрик, эту куклу. И с ее помощью он хочет помогать искать детей. Ну, как бы, было уже это, нет, что Эрик будет смотреть это. Мне сына зовут Эдгар. Эдгар будет смотреть это по телевизору, и он узнает свою куклу и поймет, что мы его помним. И, ну, вот такой посылок. Типа такой сигнал будет. Ну, думаю, в шести сериях они как раз, как раз это достаточно, чтобы раскрыть все ходы, и может быть не одни, не линейный сюжет, а может там будет еще пара дополнительных. Что заметил? Ну, корпорация монстров. Почему ты считаешь, я включил это в подборку про психопатов и фильмы ужасов? А, что сам папа психопат, может быть? Не сложилось ли у тебя такого впечатления, когда нам показали папу со стаканом виски и рисунком монстра, который держит бутылку? Да, кстати, может быть. Ну, как бы, папа и есть этот монстр, который сидит. Ну, возможно. Это, ну, опять же, теория, я не знаю, не видел нигде, не читал глубоко про это. Ну, что у папы раздвоение личности? Ну, просто не раздвоение личности, просто папа прибухивает по-жесткому. И ребенка это задрало. Да, ребенок, может, он его бьет, может, еще что-то, потому что монстр, который живет под кровати... То есть причина может быть и внешняя, и внутренняя, и бытовая. Ну, посмотрим, как бы, это такой социально-бытовой детектив с элементами психологического триллера. Ну, мне кажется, это интересно, и это уже надо, наверное, ждать. Я думаю, Камбербэтча точно переведут. И его поклонникам это точно понравится, но, мне кажется, и жанр достаточно выбран удачно. По цветам, ну, это киношная картинка. Кино, кино, просто, ну, просто шесть... Обычно по часу они, да, британские сериалы? Ну, да, там... Шесть часов Камбербэтча, и никто не будет против. Да, там, минимум сорок пять минут до часа, да. То есть это будет... Тема, надеюсь, будет раскрыта. Обязательно посмотрю. Вот это, пожалуй, мне прям интересно. Интересно, согласен. Подожди. Ой, чуть дальше не сорвалось. Так, значит, финализируем. Будем пять, потому что в прошлый раз мы сделали, по-моему, восемь фильмов. Это прям что-то много. Давай сейчас пять. Будем выходить чаще и более емко. В сентябре 2024 года выходит вторая часть фильма, который вышел, первая часть, внимание, в 1988 году. Небольшой такой разброс, это прям реально... Это типа «Повелители вселенной», что ли, такое? Нет, нет. Это фильм Тима Бёртона, 1988 года. А-а-а, «Труп невесты». Как? Нет, «Труп невесты». Нет, это мультфильм, это кино прям будет. Ну, там, со смесью анимации это. Но Тим Бёртон в 1988 году сделал веселейший фильм ужасов, если его можно так назвать. И назывался он у нас «Битл Джуз», только не говори это три раза. Помнишь это кино? Да-да-да, «Битл Джуз». Выходит в 2024, в сентябре. Вторая часть, в котором у нас на радость, наверное, всем. Это прям полноценный сиквел, который происходит через 20 лет после первой части. Хотя по факту больше, конечно. И у нас мы увидим Майкла Китона, который играл «Битл Джуза» в первой части. И здесь он будет играть сюрприз-сюрприз «Битл Джуза». Безусловно. Ну, Майкл Китонс, к счастью, дай бог ему здоровья, он и сохранился. Отлично выглядит, да. Получше Николсона, и с катушек не съехал, как, к сожалению, заболел Брюс Уиллис. То есть, дай бог ему здоровья. Да, Брюс Уиллис прям жалко, да. Значит, дальше у нас будет Вайнона Райдер, которая в первом фильме играла, собственно, девочку, которая общалась с Битл Джузом. Ну, Вайнона тоже еще неплохо смотрится. Неплохо, да. Я ее в Фарго вот помню. Ну, не, нормально. И будет у нас Кэтрин О'Хара, которая играла маму Вайнона Райдер, собственно. Естественно, у нас будет новый персонаж, новым персонажем у нас будет дочка. Новое поколение, понятно. Да, естественно, дочка у нас будет для нового поколения, наверное, топовая. Девушку зовут, которая ее играет, Дженна Артега. И это у нас кто? Вэнсдэй из мегастрельничного сериала. Ну, это ожидаемо, это ожидаемо, тем более Бертон с ней сработался явно. Ну, как бы очень хорошо. Я думаю, что Дженна Артега, она прям для Бертона будет очередной такой музой. Хорошая будет, видимо, сейчас посмотришь. Ну, а еще будет Уильям Дефо, тоже прекрасный человек. Вот жалко, нету Джонни Деппа, я бы его у Бертона хотел бы видеть. Ну, он здесь вроде не попадает, потому что его там не было, и куда он здесь, тут у нас, собственно... Тут своя жизнь с Дакитом есть. А, да, я неправильно сказал, конечно, не через 20 лет действие происходит, а 40 лет. 40 лет. Ну, как бы прям хронология... Ну, будем надеяться, если это зайдет, есть замечательный фильм «Эдвард. Руки и ножницы», и вот там, если будет продолжение, может быть... Ну, мне кажется, он все-таки был не такой развеселый, поэтому вряд ли... Ну, кто его знает, ну, может быть, ну, артам, ну, как бы это... Ну, посмотрим, ножницы заржавели, наверное, просто за такое количество времени. Ну, давай посмотрим. Ну, для артхаусного возвращения Деппа, я думаю, ради Бертона он бы смог рассмотреть участие в Голливуде. Тем более, он теперь, с него все сроки сняты, и все эти обвинения. Ну, смотрим. Берн, это интенс. Так, бабушка, кстати, это, по-моему, та же актриса, что играла маму Кевина в «Один дом». Ну, это же та же самая, по-моему, да, но я имею в виду, что у нас... Ну, то есть знакомые все лица. Да, да. Да, иногда я думаю, что жизнь сложнее. Деппа, когда я был в детстве, один демокрестер-демон терроризовала всю свою семью и пыталась мне уничтожить его. Я вернулся, что он был уйти forever, до того, что вы найдете это в оттоке. Ну, это Бетлджусь. Не говори, что имя, Бетлджусь. Второй раз произнесла. Ортега действительно смотрится, как близкая родственница Вайнона Райда, но у них экипаж хороший. Ну, возможно, экипажно, да. Нет, очень удачно все подобрано. Да, да, да. Сохранена атмосфера, судя по всему, полосы. Нет, Астрид, я серьезно. Если ты скажешь это две разы, он появится. Бетлджусь. Бетлджусь с линусом. Я буду делать тебя так счастлив. Ну, Китон, молодец. Редактор с линусом. Спецэффекты, как вам Маски, когда у него язык высунутся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok